Субтитры делал DimaTorzok Слушаем, уселись все поудобнее Было у старика три сына Двое умных, а третий дурачок, Емеля Те братья работают, а Емеля целый день на печи полеживает И знать ничего не хочет Как-то раз еле упросили Емелю сходить на реку за водой Сделал Емеля во льду прорубь, зачерпнул ведра Поставил их, а сам в прорубь глядит И увидел там щуку Изловчился и ухватил ее Вот сладкая ухата будет, обрадовался Емеля Вдруг щука ему человеческим голосом говорит Отпусти меня в воду, Емеля Я исполню все, что ты прикажешь Скажи только по щучьему велению, по моему хотенью И все сбудется Произнес Емеля заветные слова Ведра сами пошли домой Отпустил он щуку в прорубь И с тех пор так и повелось О чем бы Емелю не попросили Он потихонечку проговорит По щучьему велению, по моему хотенью Ступайте, сани, в лес Руби топор дрова Топор самый рубит дрова Сани сами едут и отвозят их домой А в лес-то через город ехать приходилось Много он народу покалечил Долго ли, коротко ли Услышал царь о Емеляных проделках И посылает за ним офицера Но офицер был грубый и злой Рассердился, что Емеля не хочет ехать с ним во дворец И ударил его по щеке Емеля в долгу не остался Призвал дубинку И она поколотила офицера Еле тот ноги унес Посылает царь большего вельможу за Емелей А тот стал разговаривать ласково Обещал Емеле кафтан, красивые сапоги И шапку новую Угощал пряниками медовыми И уговаривал Емелю поехать во дворец Ну ладно, ступай ты вперед А я за тобой буду Уехал вельможа А Емеля дурачок полежал еще и говорит По щучьему велению, по моему хотенью Поезжай печь к царю Царь глядит в окно, девица Это что за чудо такое Вышел царь на крыльцо и говорит Много на тебя жалоб, Емеля Ты много народу подавил санями своими А Емеля увидел в окне дворца Марию царевну И пожелал, чтобы она его полюбила Развернулся и домой У царя во дворце крик и слезы Марья царевна по Емеле скучает Жить без него не может Просит отца выдать ее замуж за Емелю Опечалился царь и велит Срочно доставить мне во дворец Емелю Опоил вельможа дурака вином И привез во дворец Посадил Марию царевну и Емелю в бочку Засмолили ее и кинули в синее море Очнулся Емеля, видит тесно и темно По щучьему велению, по моему хотенью Выкатись бочка на сухой песок Выстройся каменный дворец с золотой крышей А еще сделай меня писаным красавцем Писаным, детки, это очень красиво Все тот же час и исполнилось А в ту пору царь ехал на охоту И видит стоит дворец Где раньше не было такого дворца Это что же за невежа без моего ведома На моей земле дворец построил И послал узнать, спроси А хозяева уже царя в гости просят Приехал царь, кто такие спрашивает А помнишь Емелю дурачка Что велел со своей дочкой В бочку засмолить, да в море бросить Я тут сам, Емеля, захочу все твое царство Пожгу, порушу Царь сильно испугался Прощения просить стал И устроили они пир на весь мир Емеля женился на маре царевне И стал править царством Вот так вот и наказал Емеля Царя напугал Да, царь его хотел уничтожить Но Емеля был похитрее Щука ему помогла Ну а на сегодня все, детишки Если вам понравилась сказка Просите мам с папой Чтобы ставили лайки И дядя Олежа, может быть Вот с этой чудной собачкой Помашилочки Вам еще снимет Какую-нибудь сказочку На ночь почитаем Ну а на сегодня всем пока Глазки закрывайте Слушайте маму, папу И будьте хорошими мальчиками И девочками Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!